Жительница села Беседы Надежда Бебешко рассказывает, что и раньше проблемы с подачей воды были. Сейчас же уже неделю, лишь по ночам бежит тонкая струйка. Днем же краны совершенно сухие. У меня все кастрюли, все набитые, потому что я... Нельзя. Вот еще кастрюля, вот она. И вот вода, пожалуйста. Ее нету. Нету воды. Сход жителей, где планируется обсудить отсутствие воды, открывает староста Надежда Шпитонкова. Она обрисовывает суть проблемы. Как мы получали воду от Грудинина, так мы ее получаем. Он монополист. Она принадлежит ему. Он хочет, дает нам воду. Хочет, не дает. Но по какой причине в этот раз не было воды, я не знаю. Впрочем, руководство Ленинского округа и депутатский корпус подключились к решению проблемы в первые же часы. Они подали бумаги все и в прокуратуру, и в высшие инстанции, которые следственные комитеты и все остальное. Потому что решение вопроса... Был разговор с Павловым Николаевичем. Тут опять что-то там выюривал, выюривал. Но вопрос решен. Сказали, что сегодня к вечеру должна быть вода. Организовали жители сход и в деревне Слобода. Здесь без воды остался в том числе и пансионат для престарелых. Это люди, которые прошли войну, которые победили фашизм. Холод, холод и так далее. Но вот в 21 веке столкнулись с такой проблемой, что у нас нет воды уже вторую неделю. Почему старики должны страдать? Вы понимаете? Это вот своего рода, я не знаю, как геноцид. Во время схода жителей на связь вышел Павел Грудинин. Он заявил, что в настоящий момент проблема решена. Женщина, которая сегодня выступала, она сказала, у меня лежит больная мать, она работница с опросом. И она парализована. И поэтому сегодня мы открыли воду, но 1 сентября... Мы не будем ее закрывать, мы просто опять ограничим лимитом. Лимиты, о которых говорит Павел Грудинин, были установлены в далеком 2013 году. Именно тогда ЗАО совхоз имени Ленина заключил договор на поставку воды с видновским ПТО ГХ. С тех пор количество жителей увеличилось вдвое, поэтому приходится брать воду сверх лимита. При этом ЗАО получает даже сверхприбыли. Это договор между совхозом имени Ленина и ПТО ГХ, который был в 2013 году подписан обоими сторонами, скажем так. В нем есть очень интересные вещи. Здесь есть такой очень хороший пункт на седьмой странице. Здесь то, что потребляется сверх лимита, ПТО ГХ забирает, эта цифра умножается на 5. То бишь ПТО ГХ, по большому счету, беря сверх лимит, оно по-прежнему обеспечивает граждан водой, но себе в убыток. По каким причинам у Павла Николаевича создается вот такую ситуацию, он создает, мне абсолютно непонятно. То есть он сам решил, сам отключил, при этом получая своевременную оплату. В таком же ключе ситуацию по телефону прокомментировал и сопредседатель движения ЗАО «За людей за достойное будущее» Артем Грудинин. Это абсолютно непредсказуемая история, потому что у Павла Николаевича достаточно регулярно возникает возможность каким-то образом создать проблемы людям, которые живут вокруг него и вокруг совхоза. Могли перекопать дорогу, для того, чтобы люди не могли подъехать к своим домам. Обрывали кабеля, отключали воду, отключали людей от системы теплоснабжения. И я знаю сейчас большое количество организаций, у которых есть судебные процессы с ЗАО «За совхоза» именно по этой тематике. К сожалению, сейчас финал этой вводной истории остается открытым. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.